На повышение зарплат госслужащих не будут использовать дополнительные деньги из бюджета. Необходимые финансы изыщут за счет оптимизации неэффективных затрат в сокращении руководящего состава. Об этом в своем послании говорил глава государства. Новую модель оплаты труда по факторно-бальной шкале в этом году внедрили в четырех ведомствах. Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции, Министерстве юстиции, Акимати Астаны и Мангиставской области. Как это работает и какие уже есть результаты, расскажет Елена Шрайбер. За восемь лет работы в столичном Акимате Айгере Молдобаева прошла путь от рядового сотрудника до главного инспектора по управлению и развитию персонала. Вместе с должностью росла и зарплата, но не такими темпами, как хотелось бы. В этом году столичный Акимат стал одним из госорганов, где опробировали новую модель оплаты труда. Говорят, зарплата выросла в два с половиной раза. К тому же появились еще и бонусы. По факторам бальной шкале каждому госслужащему составляется индивидуальный план работы, годовой план работы. По результатам исполнения годовой плана работы государственные служащие получают бонусы в конце года. По результатам внедрения факторно-бальной шкалы зарплата государственных служащих возросла до двух, до двух с половиной раза. К примеру, зарплата главного специалиста возросла с 98 тысяч до 112 тысяч тенге. Деньги на это нашли после оптимизации городских управлений с 26 до 17, сокращение руководящего состава в два раза и устранение отделов, где работают лишь пару человек. Из бюджета на эти цели средств не выделяли и не планируют. Министерство национальной экономики совместно с нашим агентством проводится работа по изысканию внутренних резервов государственных органов. В частности, предлагается оптимизация подвижных организаций за счет сокращения их административных расходов, оптимизации бизнес-процессов, в том числе интеграция информационных систем, пересмотр структуры управления, а также расширение перечня приватизируемых и ликвидируемых объектов, в частности, имеющих альтернативу на рынке. Вкупе все это позволит сэкономить бюджетные средства, которые будут направлены на внедрение новой системы оплаты труда. С запуском новой модели оплаты труда выросло количество кандидатов на работу. Например, на одно вакантное место в Акимате Мангистауской области теперь претендует 16 человек, а в Министерстве юстиции в среднем 13 человек. При этом конкурентная среда позволила привлекать только квалифицированные кадры, что скажется на всей работе в целом. Планируется, что на новую систему остальные ведомства перейдут в 2019 году. Елена Шерабер, Наурис Базаров, Хабар-24, Астана.